Добрый день. Я хочу рассказать кратко о вступительных экзаменах на магистрскую программу управления инфракоммуникационными и интеллектуальными системами по направлению фундаментальной информатика и информационные технологии. Эта программа на базе факультета физико-математических и естественных наук, ее осуществляет две кафедры, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей и кафедра информационных технологий, руководитель программы доктора технических наук профессор Костин Евгеньевич Самулов. Программа реализуется по стандартам высшего образования РДН. Срок обучения два года, язык обучения русский, форма обучения – учная. Соответственно, здесь вы видите примерный набор дисциплин, которые вы будете изучать на этой программе. Соответственно, дисциплины у нас разбиты на обязательную часть и на два дополнительных профиля. Ну, поскольку две кафедры, то каждая кафедра ведет свой профиль. Кафедра ИТ информационных технологий ведет профиль разработка и сопровождение информационных систем. Кафедра Прикладной информатики и тюрьмы вероятностей. Идет профиль научные исследования в области инфокоммуникации. Соответственно, упор идет в первом профиле на такой раздел компьютерных наук, как алгоритмические и вычислительные модели. А во втором профиле упор идет на телекоммуникационные сети пятого и шестого поколения и методы моделирования бизнес-процессов. Для того, чтобы пройти испытание, вам нужно пройти тест. Так, задание в виде теста. На задание предлагается 120 минут. Весь тест оценивается в 100 баллов. 20 вопросов. Вопросы стоят одинаково, то есть по 5 баллов на каждый вопрос. Вопросы идут с выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов и с вычисляемым ответом. Есть ли у нас вопрос с выбором одного правильного ответа, то есть там всего лишь один результат может быть, то за правильный ответ 5 баллов, за неправильный 0? И точно так же у нас вопрос с вычисляемым ответом, то есть правильный ответ 5 баллов, неправильный 0. Если же у нас вопрос с выбором нескольких правильных ответов, то есть выбор из нескольких, то у нас полный правильный ответ 5 баллов. Тистично правильный ответ в процентном отношении правильные ответы учитываются. И если неправильно отвечено, то 0 баллов. Ну и поскольку специфика данной дисциплины базируется на тех кафедрах, которые их читают, то у нас рассматриваются следующие разделы математики. Система линейных уравнений. Матричные операции. Работа с пределами. Обыкновенное дифференциальное уравнение. Ну, не только низших степеней, но и высших степеней. Поскольку у нас должен быть единственный вычислимый ответ, то, естественно, предлагается решить задачу Каши. Работа с случайными величинами. Вычисление их моментов. Части дисперсии случайной величины. Свойства вероятности и моментов. Свойства ковариаций. Свойства самых простых моментов первого и второго. Матожидание дисперсии. Матлогика. И реляционные базы данных. Давайте посмотрим примеры вопросов. Вычисление интегралов фактически данный вопрос. Тут мы считаем дисперсии непрерывной случайной величины. Нужно вычислить предел. Достаточно простая задача. Как вы видите. Нужно ответить на теоретический вопрос по матлогике. Дана задача Каши найти решение. Вот у нас УДУ второй степени. Ну и, соответственно, начальное значение и начальное значение производной. То же самое для уравнения первой степени. Первого порядка. Задача Каши. Одно значение для... Одно начальное значение. И в данном случае нам нужно найти значение аргумента так, чтобы функция от этого аргумента равнялась определенному числу. То есть вам нужно найти решение. И потом из этого простого решения найти этот аргумент. Матричные операции. Ну, тут операции несложные. Главное, не запутаться. Но мы тут видим, что у нас вектор строка на квадратную матрицу, на вектор столбец. И в результате мы получаем одно скалярное значение. Ну и... Я думаю, что вот третий порядок это... Наверное, максимальный, который будет. Некие теоретические вопросы по реляционным базам данных. То есть нужно знать основные моменты реляционных баз данных. Опять же, решение системы линейных уравнений. Тут не упрощенный вопрос. Решите систему линейных уравнений. А нужно сначала решить систему линейных уравнений. Потом подставить получившееся значение в искомое выражение. и получить опять скалярный ответ. Свойства моментов. Достаточно простая таблично заданная величина. И есть первый и второй момент. И нужно найти неизвестные вероятности. Тоже элементарная задача, если вы понимаете, что тут написано. Ковариация. Даны опять моменты. И вам нужно выстилить ковариацию случайных величин. То есть у нас есть две случайные величины. Си и это. Для них ковариация известна. А для Кси и Мю ковариация неизвестна. Вот ее нужно найти. Опять же у нас свойства моментов. Тут у нас первый и второй момент. Мат ожидания дисперсия. И собственно вам нужно их найти. Тут выбор у нас из нескольких значений. то есть вам нужно найти две величины мат ожидания и дисперсию. Вы выбираете два правильных ответа. Ну, я надеюсь, что вы сдадите экзамены без больших проблем. Итак, еще раз. Временный экзамен за 20 минут. Количество вопросов 20. В результате получается у нас 6 минут на каждый вопрос. Время вас не теснит. Вы можете спокойно ответить на все вопросы. удачи вам на экзамене. удачи вам на экзамене. Выбираете